Предмет нашей сегодняшней беседы – общение. Это один из самых первых вопросов, которые затрагивает Библия. Начало его было на самой заре истории, в момент сотворения человека. Первый, с кем новосотворенный человек испытал радость общения, был сам Бог. Но Бог сознавал, что человек нуждается в общении и себе подобным существом. Во второй главе книги Бытия, в 18 стихе, Господь говорит, нехорошо быть человеку одному. Это значило, что человеку необходимо было общение с другим человеком. Так Бог нас создал. Поэтому Бог создал Еву, с которой первый человек, Адам, мог иметь общение. И с тех пор вся человеческая история ярко показывает, насколько необходимо для человека иметь общение как с Богом, так и с другими людьми. И вот сегодня мы попытаемся получше понять, что значит общение и с чего складывается наше взаимоотношение. Мы увидим, что Писание говорит о важности общение и о том, как и почему оно может быть прервано. Ввиду того, что мы так были созданы, то есть для общения, вопрос этот настолько важен, что я предложил бы вам во время нашей беседы делать краткие записи с тем, чтобы потом добавить к ним свои соображения и поделиться ими с другими. Начну с примера. Один знаменитый писатель, стихами и рассказами которого зачитывались многие люди по всему миру, прожив немало лет, он вдруг потерял вкус к привычной жизни, почувствовал к ней отвращение. Ему захотелось уйти от людей, поселиться в лесу, где он мог бы общаться только с природой и со зверями, которым неведомы людская низость и эгоизм. Так он и сделал. Но недолго смог он нести свое одиночество. Очень скоро он обнаружил, что без людей, каковы бы они ни были, человек жить не в состоянии. Чувства тоски, растерянности, страха, безумного одиночества овладели им, и он вернулся в людское общество. Да, дорогие друзья, человек сотворен, чтобы быть в общении и с Богом, и с другими людьми. Но первое, с кем мы должны установить наше взаимоотношение, это живым Богом. Вспомним, какое значение это общение, эта близость имела в жизни царя Давида. В своем 22-м псалме он описывает свои взаимоотношения с Господом. Он говорит о Боге как о пастыре. И как пастырь Господь удовлетворял все его нужды, посылая Давиду и злачные пажити, и тихие воды. Господь подкреплял его душу, направлял на истинный путь. Зная, что Господь с ним всегда, Давид не боялся зла или идти даже, как он пишет, и долиной смертной тени. Его душе придавали покой жезл и посох Господень. Даже в присутствии врагов его Господь обеспечивал все нужды Давида. И в последнем стихе Давид восклицает, «Так благость и милость досопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Вчитывая строки этого псалма, мы ясно представляем себе, что значит истинное общение человека с живым Богом. Давид искренне дорожил своим отношениям с Богом и ни в коем случае не хотел, чтобы оно прервалось. Мы тоже, дорогие друзья, можем иметь такие же близкие отношения с Богом, такое же общение с Ним, как имел Давид, если мы посвятили свою жизнь Иисусу, если мы приняли Его крестную смерть как плату за наши грехи. Когда мы возлагаем наше упование на Иисуса Христа, то Он Сам обещает нам это общение, наполняя нас Своим присутствием через Духа Своего Святого. Иными словами, общение с Богом значит знать и пережить Его присутствие в нашей жизни. Тот, кто однажды испытал это в своей жизни, может только вслед за апостолом Иоанном сказать «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Моя молитва, дорогие мои радиослушатели, чтобы каждый из вас имел это личное общение с Господом нашим Иисусом Христом, приняв Его как своего личного Спасителя. Но, как мы сказали вначале, человек создан для общения не только с Богом, но и с другими людьми. Давайте остановимся на этом поподробнее. Общение с другими можно определить как соучастие или товарищество. Это соучастие или товарищество происходит от общих интересов. Но одно дело, когда мы говорим о людях, связанных временным общим делом или интересом, другое дело, когда речь идет об общении верующих. Нас объединяет что-то более сильное, более глубокое, да, что-то вечное. Говоря о святых между нами, следует употребить слово «братство». В самом-то деле мы члены одной семьи, нас роднила кровь Иисуса Христа. У нас один Господь, Иисус Христос, и тот же Дух Святой пребывает в каждом из нас. Один у нас авторитет, Слово Божие. Впереди у нас общая великая цель – евангелизировать весь мир. Эти чудные истины и служат основой нашего общения, который вырастает в истинное единство и братство. И там, где это чудное общение есть, там Христос обещает быть с нами. Помните, как сказано в 18 главе Евангелия от Матфея? Тут Христос говорит, «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». В Новом Завете мы находим несколько видов общения между верующими. Например, в Деянии апостолов – это общение церкви, самые разные люди составляют эту общность, но все они члены одного тела. Их единение, их братство основывается на том факте, что все они братья и сестры во Христе Иисусе. В этом общении мы переживаем функции тела Христова. Апостол Павел пишет эфесянам, что вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание слагалось стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божий Духом. Это написано в послании Эфесяна во второй главе. Во второй главе Деяния, стих 42, мы найдем, в какой практической деятельности выражается этот вид братского общения. Прежде всего, это постижение учений и проповеди апостолов. В этом общении друг с другом верующие делились имуществом по нужде каждого. Это совместное служение Господу выражалось в молитве и в проломнении хлеба. Многие разные духовные дары практиковались в этих церквах. Как сказано в послании к Эфесянам, «к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Второй вид общения в Новом Завете мы встречаем там, где небольшая группа верующих собрана с какой-то определенной целью. Лучший пример тому – это небольшая группа апостолов, учеников, собранных вокруг Иисуса Христа. В этой маленькой группе верующие могли проводить друг с другом больше времени и, как результат, ближе узнать друг друга. Христос собрал своих учеников для того, чтобы укрепить их, подготовить их, продолжить дело, начатое им. Он не мог делать это с большим числом людей. Ему надо было сосредоточить усилия на маленькой группе, искренне преданной Ему и друг другу. Этот вид общения весьма плодотворен. Ведь в этих условиях люди становятся ближе друг к другу. И, наконец, личное общение одного верующего с другим. Мы много раз читаем об этом в Священном Писании, особенно в жизни апостола Павла. Яркий пример этого вида общения – это было взаимоотношение между Павлом и Тимофеем. Буквально дни и ночи они проводили вместе. Они поддерживали и ободряли друг друга. Они все делили между собою – и радость, и печаль. Благодаря этому общению Павел мог учить Тимофея не только словом, но и всей своей жизнью. Он говорит в своем втором послании ему, это во второй главе, во втором стихе, «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Павел имел такое взаимоотношение также и с Ипофродитом, которого он называет братом, сотрудником и сподвижником. Не просто братьями во Христе были Павел и Ипофродит, не только членами одного тела Христова, а сотрудниками и соратниками. Вместе они трудились, и вместе они сражались в духовных битвах. Рассмотрев эти три вида братского общения, а именно общения в церкви, тесной группы верующих, дружба между двумя верующими, мы приходим к выводу, что каждому из нас необходимы все эти три вида общения. Вы можете спросить, почему непременно все три? Давайте подумаем вместе. Причины или цели братскому общению можно насчитать много, но я хочу ограничиться сегодня четырьмя, и мы увидим, как каждый из этих трех видов братского общения помогает достичь этих четырех целей. Во-первых, братское общение способствует росту. Мы имеем в виду, конечно, духовный рост в нашем хождении со Христом. В книге притч сказано, «Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего». В группе верующих вы увидите, что один учит другого, делясь своими познаниями и опытом. Другая притча говорит, «Обращающийся с мудрыми будет мудр». И мы поймем истинность этой притчи, если будем обращаться с братьями и сестрами, которые не останавливаются в своем духовном росте, изучают Слово Божие, возрастают во Христе, и мы будем расти, если к ним присоединимся. Имея общение с верующими, мы достигаем роста разными путями. В большом обществе мы назидаемся поучением и проповедью. В маленькой группе у нас больше возможности получить ответы на вопросы, наиболее волнующие нас лично. А в общении с другом, то есть между двумя верующими, помогает нам широко открыть друг другу нашу жизнь и помочь приложить к ней на практике духовной истины Священного Писания. Братское общение придает верующему и силу, и ободрение. Ведь мы призваны составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, говорит Слово Божие. Тело это состоит из различных членов, которые укрепляют и поддерживают друг друга. Об этом говорится в 4 главе Послания к Эфесянам, в 16 стихе, из которого, речь тут идет о Христе, все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимных скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. И так мы видим, когда каждый член действует так все тело растет и крепнет. В Послании к Евреям, в 10 главе, здесь говорится о духовной поддержке верующими друг друга. Слушайте, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать, то есть ободрять, поддерживать друг друга. И тем более, чем более усматриваете приближение Дня Оного. В наши дни трудности и разного рода давления и притеснения нам особенно необходима взаимная поддержка. Когда апостол Павел писал Колоссянам, то во второй главе он сказал о своей молитве, дабы утешились сердца их, соединенные в любви. Воистину, если верующие объединены любовью Христа и в понимании Его обетования и силы, то это служит к утешению, к подкреплению, к поддержке в любых обстоятельствах жизни. Затем братское общение побуждает нас, стимулирует к служению Господу, поощряет нас в выполнении Его воли. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам, сказано в послании к евреям в 10 главе. Апостол Павел делал это постоянно, обращаясь своими посланиями к церквам, им основанным. Он побуждал их помнить всегда о целях и задачах, поставленных перед ними Господом. В 5 главе 2 послания Коринфянам он напоминает братьям, чтобы они не забыли о служении, примирении с Богом, о спасении грешников. В послании Галатам в 6 главе мы снова находим Его призыв делать добро всем, как неверующим, так и своим поверьем. Это мы видим в книге Деяния апостолов. Общение друг с другом побуждало их проповедовать Слово Божие шире и шире погибающим людям. И вот результат. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Когда Христос высылал учеников своих на работу, то Он посылал их подвое. Это было важно, потому что, идя вместе, ученики могли друг друга поддерживать, поощрять. Эту истину вы найдете в книге Экклезиаст. Откроем 4 главу. Прочнем 9 и 10 стихи. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимает товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. По своей природе человек не очень склонен к упорядоченной жизни. Сколько раз мы твердо намеривались делать что-то доброе, полезное. Ну, например, ежедневно читать Библию, изучать ее, заучивать наизусть стихи из Писания, постоянно свидетельствовать людям о Христе. Да мало ли, сколько необходимых вещей мы принимали сделать. И как часто не хватало нам собственных сил, чтобы продолжить начатое. Но если о нашей цели знает друг, насколько увеличиваются тогда наши шансы на успех? Это же совсем другое дело, бороться со своей вялостью и неорганизованностью не в одиночку, а вместе с другом, который и поддержит, и подбодрит, и помолится за тебя. Припомним тут опять слова экклезиаста «Двоим лучше, нежели одному». Несколько лет тому назад один брат рассказывал, как он вступил в члены церкви. Обратился он ко Христу только незадолго до этого, благодаря свидетельству одного из членов этой церкви. С радостью он переживал церковные общения, рос духовно, слушая проповеди, слово Божие и принимая участие в служении церкви. Но некоторое время спустя у него накопилось довольно много вопросов и по поводу христианской жизни, и по поводу некоторых мест из Священного Писания. Но встать во время собрания в церкви и задать эти вопросы он считал неуместным. Смущало его и то, что другие верующие могли посчитать его вопросы слишком простыми и даже наивными. И вот однажды после воскресного собрания он подошел к одному из старших братьев, опытному Вере, и поделился своей нуждой. Брат пригласил его домой пообедать и проговорили они в тот раз несколько часов подряд. Эта встреча была не последней. Они стали встречаться регулярно. Старший брат не только давал ясные ответы на возникавшие вопросы, но и сумел так направить новообращенного брата в его изучении Библии, что на многие вопросы тот научился находить ответы самостоятельно. Это была неоценимая помощь и поддержка. Молодой брат начал делиться со старшим и своими личными проблемами, и вместе они молитвенно находили решение в каждом случае. Старший даже стал брать его с собой, когда посещал других членов церкви и неверующих. Крепла их дружба и крепла вера молодого брата. Вскоре он обнаружил, что кое у кого из его сверстников, посещавших церковь, возникают такие же вопросы и затруднения. Тогда старший брат предложил устроить совместное молитвенное изучение Библии. Несколько человек стало собираться сперва по воскресеньям перед собранием, потом среди недели для молитвы. Они вдохновляли и поддерживали друг друга быть последовательными в этих начинаниях. Очень скоро они почувствовали Господне благословение, особенно же потому, что у них было очень много общих нужд и интересов. Им гораздо легче было понимать друг друга, доверительно открывая свои затруднения и вместе небольшой группой молитвенно искать ответа, как поступить в том или ином случае. Этот пример хорошо показывает, какое место все три вида братского общения занимает в жизни верующего. Нам необходима сила общения и нужна она нам по-разному. Этот брат, о котором я говорил, уже старший брат в церкви и продолжает расти духовно, но с двумя братьями, близкими по духу и с той группой он регулярно встречается до сих пор. Дважды в неделю эта маленькая группа собирается для совместной молитвы, и это приносит им дополнительное благословение, помимо тех даров, что они получают в общем собрании. А теперь давайте вспомним, о чем мы говорили в сегодняшней беседе. Во-первых, мы созданы, чтобы иметь общение с Богом и с людьми. На первом месте стоит наше общение с живым Богом через Иисуса Христа, вокруг которого складывается наше общение с другими верующими. В этом общении мы рассмотрели три различных, хотя и взаимосвязанных вида. Мы перечислили четыре главных цели общения, а именно рост, сила, поддержка, взаимное побуждение. Они проявляются, как мы увидели, во всех трех видах общения. Но наш разговор будет неполным, если мы не укажем, что же нам мешает достичь эти три вида общения во всей их полноте. Основных препятствий тут два, и для большинства верующих они очевидны. Причина, мешающая нашему общению с Богом и с братьями, та же самая, что разрушила общение с Богом Адама и Евы. Эта причина — грех. В 65-м псалме, 18-м стихе сказано, «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, не услышал бы меня Господь». А вот что говорит апостол Ян в своем первом послании, в первой главе, 7-м стихе. «Если же ходим во свете подобно, как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Таким образом, мы видим, что грех, вошедший в нашу жизнь, нарушает наше общение с Богом и с нашими братьями и сестрами во Христе. Вот почему так важно незамедлительно исповедовать Господу каждый наш грех и получить прощение, как об этом сказано в той же главе, в 9-м стихе. Другая причина, почему так неполна радости наше общение, это то, что мы слабо к Нему стремимся и забываем молиться об этом. Теперь, что ты, мой друг, можешь сказать о своей жизни? Может быть, ты имеешь только один вид общения, но что ты делаешь для того, чтобы обрести и другие? Молишься ли ты об этом? Если общение заповедано и благословено Богом, то может ли Он не ответить на молитву, если мы Его об этом просим? Разумеется, стремясь к общению, мы должны быть готовы открыть ближнему свою жизнь, впустить его или ее в наше сердце и стать частью друг друга. Есть люди, которые боятся вступить в близкое общение с тесной группой или заводить с кем-либо личное общение. Чего же они боятся? Того, что люди будут знать всю правду об их жизни. А может быть, они боятся потерять свою самостоятельность под чужим влиянием. Но общение в центре которых стоит Иисус Христос не может принести никакого вреда. Наоборот, оно всегда только укрепит его и послужит духовному росту. Помните, что если мы исполнены Духом Святым, то к нам в полной мере относится обетование данное Писание. Дал нам Бог Духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Среди множества людей, встреченных мною за последние годы, были и те, кто в полной мере испытал благодать общения, но и такие, кто знал только один его вид. Я молю, чтобы это не было бы твоим переживанием. Почему не провести время в молитве на этой неделе, чтобы Господь помог разрешить этот вопрос? Так ли истинно твое общение с Господом, как об этом говорится в 22-м салме? А твое общение с братьями и сестрами обогащает ли оно тебя духовно? Придает ли оно силу, уверенность, побуждает ли к добру, поддерживает ли тебя в твоих благих намерениях, помогает ли оно расти в вере, питает ли оно твою духовную жизнь? Если хоть на один из этих вопросов ты не можешь ответить «да», не откладывая, начни молиться, чтобы Господь помог тебе найти столь нужное общение. Пусть же твое общение с Господом и с Его детьми благословит Он Сам и благословит обильно. Аминь.